Очередным самоотводом судьи закончилось судебное заседание по делу, связанному непосредственно с мэром Геннадием Трухановым. На этот раз уже судья Приморского суда отказалась рассматривать иск по отмене плана зонирования территории Одессы, принятого Одесским городским советом. Напомним, на прошлой неделе один из членов судейской коллегии апелляционного суда, который рассматривает дело о разгоне мирного протеста 1 сентября 2016 года, тоже взял самоотвод. 3 апреля в Приморском суде с задержкой в 3 часа состоялось очередное судебное заседание, на котором рассматривается иск общественных активистов по отмене плана так называемого зонинга. Напомним, что принятый в прошлом году план зонирования территории Одессы практически не оставляет зеленые зоны в городе и позволяет застройку города в недопустимых местах. Активисты и общественники считают план зонирования преступным, так как он превратит наш некогда зеленый город в пустыню с бетонными небоскребами и пытаются отменить его через суд. На очередном заседании, уже четвертом по счету, судья Светлана Никитина отказалась рассматривать иск и взяла самоотвод. Можно назвать настоящие причины? Я назвала настоящие причины. Насколько я знаю... Четвертое заседание, вам только стало известно, что вы в родственных отношениях? Да, мне только что... Нет, я не в родственных отношениях, просто мой муж хорошо знаком с Кузаконим. Кузаконим я видела последний раз 20 лет назад и, конечно, не узнала. Если бы вы его видели 20 лет назад, вы бы его тоже не узнали. Случайно на коридоре? Наверное, вы были все присутствующие, он приходил только что. Спасибо. Это совершенно случайно? Нет, на меня, к сожалению, бесполезно давить. Вы понимаете, можно найти 100 причин, почему отказать, почему сделать самоотвод. Действительно, с родственниками судей я был знаком, ну и сейчас, получается, знаком. То есть просто давно я их не видел, это первое. Но я с полудесы знаком. Я думаю, что если так дальше будет продолжаться, то у нас будет очень много самоотводов. Опять перед прямо заседанием нам принесли представители горсовета очередной документ на изучение прямо перед заседанием. И второе, то, что судья меня узнала после многих-многих лет того, как мы не виделись, и взяла самоотвод. Как это расценивать? Мне сложно сказать. Я считаю, что это, в принципе, в какой-то степени, как минимум из-за того, что процесс саморезонансный и очень неудобный для власти. Предполагаю, что сейчас начнется целая череда самоотводов, потому что под неопровержимостью тех представленных доказательств судья должна была вынести одно единственное решение об отмене принятого зонинга территорий проголосованного депутатами городского совета. Но принять сегодня такое решение сложно, потому что это испортит отношения лично с Геннадием Леонидовичем Трухановым и Одесским городским советом. И позволить принятие такого решения они не могут. Причина самоотвода выглядит как минимум странно. И мало верится в то, что только на четвертом заседании судья узнал о висце знакомого своих родственников. И абсолютно отсутствует политическая подоплека. Тут скорее дело в затягивании судебного процесса, который полностью на руку городским властям. Ведь пока план зонинга не отменен, они полноправно могут творить бесчинство и застраивать наш любимый город.